привет элена здесь привет эдуард оказывается у нас крутой блогер у него хороший очень канал про электронику про сотовые телефоны такая тематика как называется канал это скрайбер так что ребята заходите подписывайтесь на канал вот даже сердечком смотри курица сердечком под такой замечательный ужин но мы сейчас попробуем но это не турецкая да это молдавская да вино но это кстати тоже не самые плохие новости потому что молдаван делать очень вкусно да 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 это точно вот такой интересный вид с балкона мы попадаем в святое святых крутого блогера по имени эд скрайбер есть чему поучиться вот это его рабочий стол компьютер монтируйте видео самое классное это если берете игровой ноутбук это решает вам кучу проблем с рендером потому что рендер забирает очень много средств у вас с компьютером и конечно хорошее охлаждение игровой ноутбук всегда обладает хорошим охлаждением это очень выгодно для здесь 8 гигов оперативки ssd шник на терабайт вот он так немножко подсвечивается под геймерский но в целом меня больше производительность как бы интересовало потому что по производительности крутой айкор 7 видеокарта geforce 1080 я уже подзабыл ну короче все очень по геймерски там все сделано IPS матрица очень выручает особенно в светлые дни качество изображения хорошее тачпад один из самых лучших они сделали под купертин но в целом можно с ним работать вот так вот эдуард обладатель серебряной кнопки я вижу что у тебя так все все стильно так оборудовал кабинет круто молодец респект респект на самом деле это просто момент признания то есть для самого канала мне кажется это не сильно имеет какое-то значение потому что самое главное чтобы канал работал просмотры были серебряная кнопка это просто как награда если она будет они будут просмотров то и дней смысла никого нет поэтому надо чтобы всегда были просмотры конечно на ютюбе нужно работать у тебя на канале уже сколько подписчиков больше ста тысяч я там до 150 до 150 здорово для меня это пока мечта развиваемся работаем вот у тебя может быть какие-то советы чего-то подучусь поспрашивать то что интересует да да мы уже говорили по поводу звука даже хорошая штучка зум h1 по рублям если в рублях то он примерно 4500 рублей стоил но эта штучка вам решает очень много то есть хороший качественный звук и здесь у меня есть еще петличка боя м1 до или когда это м1 и в сочетании с этой штукой делают очень хороший качественный звук это ветряки если вдруг ветер дует молодец они очень сильно спасаем для того чтобы был хороший качественный звук оказывается эдуард сам рисует вот такие рисунки вот я вот вижу вот рисуночки в роликах это оказывается он сам все рисует надо же я думал может быть как-то где-то что-то этот материал находит нет все создает своими руками молодец очень круто и смотрите штатив где находится прямо на потолке за и закреплен получается здесь он закрепляет камеру и вот за рабочим столом рождаются вот эти видео которые вы смотрите все обзор телефонов какие последние телефоны ты делал обзор у меня сейчас новостные видео были что из популярного реалми gt neo3 прям топовый телефон и ценник не подвел и одна из самых быстрых зарядок вот 150 ватт то есть это прям уровень такой большой мне кажется его нужно отметить последний релми пока 4 да вот эта доска здесь маркеры пожалуйста могут с маркерами есть проблемы то есть я беру только штабила со срезом почему-то их мало то есть вообще в целом то есть я если нахожу где-то на складе то закупаю все вот штабила чем удобнее то что они очень хорошо стирается почти что без следов а это большая проблема когда ты очень много рисуешь то есть не просто так вот попали мы сегодня на эксклюзивный интервью к эдуарду ну молодец так серьезно относится видите комната рабочий кабинет никто не мешает все такой серьезный подход и благодаря этому результаты есть хорошие 150 тысяч подписчиков вот такие рисуночки эдуард сам делает все объясняет посмотрите его ролики я смотрел мне очень понравилось очень живо и интересно озвучка такая классная так что есть чему поучиться я вот гляжу у вас живой такой хобби транспорт самокаты все семейство на силу а это тоже силами мими силами все фанаты со всеми у них хороший красивый но уже не ставится ли стресс-лобожиданцы купили просто на спортоварах ну здорово у вас велосипед еще там в этом в подъезде стоят до ваших а это не наши соседи понятно такие на скутерах пока там девчонки на кухне общаются мы вот тут рабочий кабинет рассматриваю но мне очень интересно потому что я тоже так начал заниматься ютубом мне прям очень классно рад что я с тобой познакомился один из лучших телефонов кто хочет купить но не прям дорого-богато но вот чтобы все было по мне это один из самых лучших телефонов 2022 года по ценнику может быть они сам дешевый но это прям топовое решение интересно то есть вот этот задник он немножко под кожу ну понятно что это всегда кожа черная полоса вообще она символизирует полоску ну как бы дорогу то есть либо асфальт люди любят чтобы было дешево красиво и сердито но все так хотят дешево уже красиво сердит получается на дешево уже не всегда получается потому что качество растет ну вот так что те кто у кого похожие увлечения ну у меня это пока увлечение эдуард уже работает несколько лет зарабатывает на этом деньги так что я надеюсь тоже мне когда-то будет такой уровень как сказать канал разовьется сейчас кстати думаю о том чтобы создать второй канал может быть что-то посоветуешь мне потом можно делать подборки различные делать свою озвучку люди любят вообще смотреть различные подборки там топ самых не знаю там быстрых животных на планете самых интересных мест и так далее да то есть люди залипает на это смотрят просто надо качественно делать до видео на хороший звук самый первый почему я показал зум h1 это выручать на сто четыре пятьсот и он решает очень много на самом деле качественный звук это всегда в youtube приоритет потому что человек он в основном слушает а потом он смотрит картинку картинка тоже должна быть хорошая но если качественный звук то канал выглядит более профессионально я смотрел твои ролики очень классные такие динамичные как бы нету ни одной там скажем секунды чего-то лишнего то что там когда зритель уснет там или еще что-то все так как бы на одном дыхании смотрится все круто мне понравилось посмотрите какой колоритный турецкий чайничек он еще такой блестящий прям алена оказывается еще и кулинар на все руки смотрите тирамису смотрим и удивляемся вот она она наверное на наш с тобой десерт самый любимый да самый любимый ну вот наше общение продолжается в уютной кухне сидим общаемся после шикарного обеда это у меня значит такой вопрос к тебе вот когда ты начинал как это вообще было мне вот интересно просто когда я начинал тогда вторая волна youtube уже шла то есть это уже была не первая волна в первую я к сожалению не попал в первую волну кто попадали это было классно потому что было много трафика но не так много но люди очень развивать свой канал достаточно быстро вот я попал во вторую вот особо меня никто как бы не верил но у меня был друг или хороший волну зовут и он сказал короче вот тебе фотоаппарат вот короче оборудование он не объяснил как звук записывать он сам работает кем он работает оператором и наверно звукорежиссером лукойле то есть у него там ворудование он уже понимает как все это делается вот он мне все подарил я начал это делать но перед этим я примерно полгода изучал объект вообще youtube как это работает как вводить деньги как там просмотры откуда идут и так далее то есть как начинать канал примерно полгода я в каком ты году начал получается 2017 году начал да так заинтересовался начал исследовать эту тему до потихонечку и в тоже говорит что столкнулся с таким что не понимали там да кто-то не понимал но лично я все понимал что я понимал как это работает другим было сложно понять что с интернета вообще в принципе деньги можно как-то вывести даже вообще сложно потом была первая зарплата такая более-менее нормальная 12 тысяч рублей тогда это было примерно 200 долларов тоже нам неплохо деньги даже оттуда как-то выходит появляется там что-то идет один ролик зашел потом второй третий четвертый и постепенно как-то пошло поехало потом дело розыгрыши на розыгрышах очень много подписчиков потянулась потом сам контент ну и надо постоянно выпускать час там где-то ролика три на минимум неделю на хорошем качестве да у меня будет любительское видео такое у меня телефон простой так что не судите строго но зато вот такой эксклюзивное интервью но и честно говоря мне твой пример ободряет потому что я тоже сейчас прохожу может быть какую-то такую стадию что скорее всего мои друзья мои знакомые думают что я какой-то ерундой занимаюсь ну я как бы вижу что мне это нравится я пока для себя решил что пока я это буду тоже делать пока мне это нравится ну там посмотрим жизнь покажет у тебя интересный ролик мне кажется сейчас про выживание про то как собрать там чемоданчик как выжить там в такой ситуации такой или что-то вроде мне кажется это интересно да спасибо да кстати этот ролик у меня сейчас более просматриваемый на моем канале называется как собрать тревожный чемоданчик вот такой всегда нужно быть в тренде любой теме даже в телефонах всегда должен быть какой-то тренд если я буду снимать телефон допустим месячной давности или двухмесячной давности то просто это никто уже не будет смотреть то есть надо снимать телефон который вышел вчера либо сегодня в идеале сегодня какой телефон сегодня делать допустим новостной обзор на него делать обзор через месяц наверно лучше через неделю две всегда тренд сохраняется если ты не в тренде то просмотров никогда не будет ну да ну и лучше как ты говорил снимать где-то 234 видео в неделю до чтобы быть быть как бы всегда в тонусе да на волне так сказать нелегко потому что всегда нужно убирать тему которая понравится подписчикам и тебе тоже понравится а это не всегда совпадает и здесь мозговой штурм выходит на первое место я просто сейчас уже понимаю что youtube это не то что там развлечения там а это реальная работа это надо кучу времени уделять чтобы какой-то качественный контент сделать это реально попотеть нужно как телевизор знаешь ты же включаешь телевизор там всегда что то есть не бывает что ты включил телевизор и как бы нет видео никакого на ютюбе ты должен всегда выкладывать чтобы ты всегда там был человек включен и он нашел для тебя твой допустим новый ролик эдуард очень приятно было познакомиться с тобой вообще вот первый раз мы так с тобой близко общаемся спасибо тебе за такую откровенность что показал свое рабочее место такой шикарный был обед или ужин как сказать вообще все было классно спасибо подписывайтесь на канал это скрайбер мой да мой канал называется анталия браво я кстати недавно переименовал его всем пока пока всем добра не и Продолжение следует...